Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, вы не обязаны улыбаться всякий раз, когда произносите эти звуки, но вначале небольшое напряжение мышц в уголках рта не повредит. Следующая буква «ц» произносится как... Давайте повторим эти звуки снова. А сейчас послушайте, как произносятся следующие буквы и повторите их. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Д, Е, Ф Г, Х, И Ж, К, Л М, Н, О П, К, Р С, Т, У Последняя буква произносится немного сложнее других. Произнесите ее как... З Замечательно. В немецком алфавите есть также несколько вариантов произнесения букв А, О, У и С. Вариация буквы С выглядит как заглавная Б с черточкой внизу и произносится как двойная С. А, О и У могут в написании иметь сверху две точки, умлаут, и в этом случае произносятся так. Замечательно. Давайте потренируемся с некоторыми сочетаниями букв, которые представляют сложность. Сочетание звуков С, Ц, Х напоминает звук, который произносится, когда нужно, чтобы кто-то успокоился. Ш, Шуле, Школа. Сочетание звуков С, Т, просто добавляет Т к звуку А, Ш, Шт, Штутгарт. Еще один звук, Х, произносится как русское Х, только на легком выдохе. Лихтенштайн. Х, Лихтенштайн. Звук, Ф, также может показаться трудным, как, например, в слове ПЕФА, что, кстати, означает перец. Давайте послушаем некоторые слова, иллюстрирующие алфавит. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Шоссе. Autobahn. Европа. Europa. Железнодорожный вокзал. Bahnhof. Машина. Масchine. Лодка. Бот. Химия. Хеми. Качество. Квалität. Интеллигенция. Интеллигенц. Гибкий. Флексибл. Медицина. Медицин. Улица. Страße. Вольксваген. Вольксваген. Типичный. Тюпиш. Центр. Центрум. Красивый. Шэн. Удовольствие. Вогнюген. Прекрасно. Прима. Пора переходить к урокам. 35 уроков дадут вам возможность постепенно знакомиться с новыми словами и грамматикой, ставить перед собой реальные цели, переходить к новому уроку каждую неделю или даже каждые 4 дня. Если вы не будете удовлетворены своими успехами, вы сможете еще раз повторить нужные уроки и улучшить свои языковые навыки. Каждый урок разделен на несколько разделов. В первом разделе приводятся основные слова и фразы из диалога. После этого во втором разделе вы слышите диалог на немецком языке. Затем тот же диалог. Предложение за предложением приводится с русским переводом. В паузах старайтесь повторять фразы вслед за немецкими дикторами. Затем, в третьем разделе, мы переходим к дополнительным словам и выражениям, которые связаны с темой диалога, и к упражнениям с ними. Четвертый раздел. Пятый раздел посвящен объяснению и закреплению грамматического материала. Шестой раздел – упражнения по грамматике. В седьмом разделе каждого урока рассказывается об особенностях культуры и поведения в странах, где говорят на немецком языке. В заключении, восьмой раздел. Упражнения на разговорную практику, в котором вам будет дана возможность использовать на практике все, что вы выучили в данном уроке. Перед тем, как мы продолжим, я бы хотел дать вам несколько необходимых фраз. Слушайте и повторяйте. Слушайте и повторяйте. Еще раз, пожалуйста. Ваша очередь. И некоторые выражения одобрения. Замечательно. Великолепно. Прима. Хорошо. Гут. Очень хорошо. Sehr gut. Окей. Alles klar? Тогда продолжим.